На входе в киевский клуб «Атлас» длинная очередь, аншлаг. Совсем скоро начнется выступление группы «Брута» нового проекта Сергея Михалка, бывшего фронтмена коллектива «Ляпи Струбецкой», которого многие помнят вот таким. Но теперь Сергей Михалок выглядит вот так. Теперь Михалок — это жесткий, накачанный, татуированный тип, который честно поет о том, о чем хочет, будь то политика или собственная клиническая смерть. Живет и работает он на Украине, год назад даже получил вид на жительство. Михалок активно поддерживал Майдан, а его песня «Воины света» стала неофициальным гимном событий двухлетней давности. В последнее время Сергей Михалок почти не дает телеинтервью, но сейчас перед концертом согласился поговорить с нами. «Нас приняли в огромную семью. При этом мы не знаем хорошо украинской истории, мы не разговариваем на мове, мы не ходим в шинванках, у нас нет вот этой этнической, национальной, характерной черты, но нас идентифицируют как родных». Михалок, как коломок постсоветской эстрады, ушел от всех, включая белорусского батьку. В родной Беларуси из-за оскорбления президента на него якобы даже возбудили уголовное дело. А в России, куда Михалок переехал из Минска, его проукраинская позиция сделала врагом местных патриотов. Его публично оскорбляли и неоднократно срывали концерты. Поэтому теперь сражение за мир во всем мире он ведет из Киева. «Больше пяти лет мы не выступаем в Беларуси. Последние два года перед выборами было очень сильное давление на лидеров мнений, так называемых, в кавычках назовем. То есть была огромная война на все, что связано с субкультурой, подвергалось жесткому прессингу. После Майдана люди поняли, что улица рождает своих собственных генералов. Я не выступал в родной стране. Там почти два года я там не показывался. Что это? Это срок химии, ссылки». Когда до концерта остается около часа, Михалок спешит в гримерку. Ведь еще нужно переодеться. Походная мтюшка. И главное – распеться перед концертом. Он, кажется, и сам все еще не может определиться, кого в нем больше. Тонкого лирика, умиротворяющего и объединяющего. Или воинствующего панка с крепкими татуированными мускулами и громким голосом. Или любящего отца. А может быть, любимца публики? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ